Привет, дружище! Меня зовут Шамбо, и мы герои стою в мире мечей и магии. Проходим кампанию убийцы драконов сценарий номер 4. Лазурные драконы. И вот, дракон уже буквально на финишной прямой, и до исполнения его мечты осталось два шага. Необходимо найти лазурных драконов и уничтожить. И тогда дракона по праву назовут лучшим в мире убийцей драконов, но... Увы, есть небольшие сложности. Ни в одном из моих городов нет гильдии магов, да и вообще я не могу ее построить по неизвестным мне причинам. Плюс в окрестностях я не встречал ни магических колодцев, ни водопадов. Так что с восстановлением очков магии есть огромные проблемы. Поэтому я приобрел талисман манны, но увы. Он мне и не очень-то и помогает. И, к сожалению, дракон не знаком с практиками мистицизма и не может их изучить, потому что уже слишком опытен. Ну ладно, как-нибудь справимся. Давай вспоминать, кто у меня чем занимается. На текущий момент дракон Итан завершили свои дела. В это время Эйне собирает гигантов. А может ли она что-то еще полезное сделать? Например, грабануть лепрекона. Почему бы и нет? И затем вернуться назад. Опыт она здесь получала, да. Далее. Сайра в лагере биженцев ожидает новых несчастных. И может заглянуть к ведьме и посмотреть, а чему она учит. Нет. От такой гадости, пожалуй, я откажусь. И тогда, тогда, тогда... Хм. А что, если я буду собирать титанов из окрестностей и потом везти в мой главный город? В Аквонокс. А потом Тан с помощью двери измерений, точнее городского портала, их принесет для дракона. Который должен найти где-нибудь город на Севере. Выглядит как план. Хотя, с другой стороны... Товарищу Тану также не хватает мистицизма. И вроде как... Да, его можно здесь изучить. Тогда Тан отправляется в университет. Затем в хижину ведьмы, чтобы изучить логистику. А потом, потом, потом... Наверное, на Север, чтобы повоевать, развить мистицизм. И я мог спокойно открывать портал в каждый из городов, собирать там гигантов, потом превращать их в титанов и отвозить к дракону. Выглядит как план. Далее. Нила собирает титанов, которые гиганты. Тарасар. Тарасар, Тарасар находится очень далеко на Севере. И что он вообще там забыл? Вот так. Из моего второго города. Далеко ли ехать до первого? Так. Вернуть на Север. Ну, где-то два дня. Кто это может сделать? Риса? В принципе, да. Рису тогда я отправляю на юг. Она будет довозить гигантов из южного города. Тогда кто будет их привозить отсюда? Пекин Драм умеет разведывать, но дракон движется вперед и он сам открывает всю карту. Так что, Пекин Драм, давай-ка тоже возвращайся назад. Будешь мне помогать поставлять гигантов. А, Тарасар, Тарасар, Тарасар. Вот мне нравится, что он знает мистицизм. Но, увы, он не знает, что такое мудрость и не знает, что такое магия земли. И это проблема. И плюс ему еще войска передать. А ладно, возвращайся назад. Какую-нибудь цепочку с тобой тоже сложу. В городах мне строить абсолютно нечего. Они полностью развиты и все прекрасно. В общем, все ресурсы идут только на продажу. Ну что же, завершить ход? Кстати, а запись-то идет? Да, запись идет. Надеюсь, что все в порядке. Итак, Дракон заехал в тупик, где он видит джинов, лощину чародеев, но они ему не нужны. Поэтому я разворачиваюсь и еду на север. Можно здесь захватить россыпь самоцветов, но мне кажется, это может сделать Титан. Плюс ресурсы мне сейчас не особо-то и не нужны. Нагобанк я посетил. Немного кристаллов. Увы, от них не увернуться. И просто на север. В это время Тан не доезжает до университета, но старается. Плюс ему очень сильно мешают вот эти гиганты, которые его тормозят. У джинов скорость 11, у титанов 11. Они такие медленные. А теперь Сайра возвращается в город и ждет подкрепление. Нила сидит на месте. Тарасар возвращается назад. Куда-нибудь, наверное, сюда. Далее Пикиндрам следует в том же направлении. Возьму коня на пару дней. Так, насморк уже замучил. Так, конь был нанят. И поехали к лепрекону. Возможно, я успею. Далее Риса. Сидит в этом городе, ждет также здесь подкрепления. Кстати, Риса знает, что такое логистика? Да. И знает уже на продвинутом уровне. Тут меня научат навигации, которая не нужна. Ну и все. Сейчас жду подкрепление здесь, подкрепление там и везу в центральный город. Завершить? Да. Дракон заезжает к ведьме. И она ему хочет рассказать о логистике. Ну, увы, дракон уже опытен. Разгоняем големов. Вот мне интересно, на что они рассчитывали. 29 големов были просто аннигилированы. И едем на север. На север, на север, на север. Так, ртуть мешается на дороге. Далее, Тан изучает мистицизм. Доспехи, это, конечно, хорошо, но я не хочу, чтобы они выпадали и мешались. Мне нужно развить как можно быстрее мистицизм. От логистики я не откажусь, потому что я могу совершать больше действий. Сайра ничего не делает, Нила ничего не делает, Тарасар, пожалуй, тоже едет за конем. Ну, хотя бы на пару дней. И куда-нибудь, куда. На запад. Потому что здесь нужна большая цепочка. Далее, Пиккендрам. Грабить лепрекона едет. Я вижу, что здесь валяются ресурсы, но лениво их собирать. Хотя та же Риса могла бы это сделать. Седьмой день здесь. Нет, она не успеет. Хотя, в любом случае, прямо сейчас я гигантов не забираю из своего города. Поэтому, почему бы нет. Завершить? Да. И тут есть небольшая полянка. На севере хранилище медуз. И, пожалуй, я сам нападу, потому что медузы стреляют. И, соответственно, на... Например, тот же танк может кого-нибудь потерять. А это мне не нужно. Хм, лук. И... Как? А, точно. Я заб... Проходя мимо камней медуз, вы узнаете, что несколько медуз, спящих за камнями, только и ждали. Как... Когда... Когда какой-нибудь наивный чужак пройдет мимо. Ничего себе парочка. Это целая орда. Да еще они, увы, разделились. Ну ладно, медузы. Вы сами выбрали свою судьбу. Молния. И еще их сейчас замедлить, и прекрасно. То есть на воскрешение я потратил бы 16 очков магии, на забывчивость 9, и на замедление 5. То есть 14, чуть меньше 16. Огонь. Мне кажется, они вообще не доползут. Просто превосходно. Отлично. Забираю золото. И еще золото. И забираю вишневый лук. Но... Дракон не знает, что такое стрельба. Кстати, хотел сказать, в отличие от Ана. А Тан в предыдущей миссии был экспертом стрельбы, а сейчас, увы, тоже вообще не подозревает, что это такое. Ну ладно, поехали на юг. Тем более, что здесь я вижу ученого-книжника. Далее Тан изучает, что такое логистика. Поднимает флаг общего сбора и движется на север. Ему нужно как можно быстрее избавиться от этих гигантов, и потом собрать армию титанов и двинуться тоже на север, повоевать, развить экспертный мистицизм, возможно, экспертную логистику. Ну, а затем тебе будет великолепно и прекрасно. Блю желательно, конечно, купить какой-нибудь артефакт на знание, потому что 50 очков магии, ну, это просто смешно. А Сайра ничего не делает, Нил ничего не делает, Тарасар. Тарасар, Тарасар, Тарасар. Наверное, он будет сидеть в городе, там ждать подкрепления. Риса забирает руду, потом заберет деревяхи. Пкиндрам грабит лепрекона. Итак, у меня, кто здесь находится, это Тан. Инея на севере. То есть, во-первых, Инея доезжает досюда, затем может посетить фонтан, поехать на север, где-то вот здесь остановиться. В это время Сайра, если выезжает из города, также досюда не доезжает, то есть не хватает шагов 5-6. Желательно всем где-то в одной точке встретиться, чтобы вот здесь кто-то сторожил, караулил, потом повез армию сюда, и отсюда кто-то другой повез ее дальше, на восток. Так, Пкиндрам, возможно, как раз таки, ты и будешь вот этим перевозчиком, который будет где-то здесь ожидать. И завершить ход. И вот, неделя закончилась. Инея получает гиганта, Нила получает гиганта, а Тан поднимает флаг общего сбора, изучает, что такое сила магии, почему бы и нет, и движется в сторону. Как далеко тебе ехать-то? А может, здесь я изучу также, например, немножко знаний. Но опять же, на это я потрачу огромное количество времени, и мне кажется, гораздо проще купить артефакт. Так, где же здесь конюшня была? Так далеко. Да, дорога совсем не близкая. Ладно, поехали. Плюс, наверное, Пикиндрам у меня заберет медленного гиганта и изучит полезные заклинания. Кстати, Пикиндрам не знает, что такое магия земли? Нет, увы, а в университетах ее преподают. То есть, получается, Пикиндраму также необходимо получить немного опыта, и он сможет открывать порталы. И он эксперт мистицизма. Хм. Какое заманчивое предложение. Так, ладно. Пикиндрам, давай-ка забирай армию. Два гиганта. И отправляюсь дальше. В это время ничего не делаем. Движемся в городок. Деревяхи. И тоже в город и сидеть там. Далее, дракон. Едет к книжнику, и он ему рассказывает о знаниях. Разогнать горгулей или нет? Здесь, в принципе, ничего интересного я не вижу. Кроме храма и парапета. Ни первый, ни второй мне не нужны. А теперь есть развилка на юг и на север. Так, а куда мне нужно поехать? Здесь тупик, значит, просто на юг. Плюс, давай-ка я гляну, где находится ближайший город. Ох, как же далеко. Да. Ну что ж, давай глянем, что в этом тупике. А тут просто дерево. А тогда мимо еду. 10-19 нах, меня не интересует. Архимаги, в принципе, тоже. И давай-ка я сейчас выкуплю гигантов и посмотрю, а сколько денег у меня останется. Итого, остается 283 тысячи. Но мне всех их еще нужно улучшить. Хотя, мне кажется, у меня денег более чем достаточно. Итак, завершить ход? Или все-таки кто-то привезет мне армию? Ну, пока цепочки не построены, завершить. Дракон движется на юг. Ммм, библиотека просвещения. Кстати, погоди. Тан, а ты уже 10-го уровня? И можешь местную библиотеку ведь посетить? Да. Так что поехали сюда. А потом как-нибудь удастся выехать на запад, надеюсь. Далее Риса возвращается в город. Сидит, отдыхает. Пикинг Драм. Получает немножко опыта. Увы. Магию Земли бы сейчас. Но за ней ехать нужно очень далеко. Я бы сказал, даже слишком далеко. Поэтому, увы. Далее Тарасар. Тарасар также доезжает до города. Кстати. А тут есть еще и Сад Откровений. То есть знание увеличится сразу на 3 единицы. Это прекрасно. Далее. Эйне ничего не делает. Дракон едет на юг. Разгоняет гремлинов. Не знаю, на что они рассчитывали. И получает немного знаний и всего остального. Заезжать ко ведьме мне не нужно. Но хочется глянуть, чему она научит. Интеллекту. Вот бы сюда Тана. Это было бы здорово. Но, увы. Ему придется очень далеко ехать. И скорее всего, где-то вот здесь. Тан, например. А с кем ему здесь сражаться, кстати? Только с этими джиннами. Ну да. Придется сюда заезжать и тут воевать. Ради уровня. Так далее. А далее барьер из... Сотни драконов. Смогу ли я их одолить? Вот в чем вопрос. Но мне кажется, драконы разделятся. Я смогу их победить. Может защиту выбрать в кои-то веки. Нет. Атаку. Ну и что? Нападаем. Девятерых потерял, но всех воскрешу. Предлагаю сразу же добавить защиты. И начать рубить драконов. Эй, а вы не радуетесь. Что это такое вообще? Главное не прогадать момент, когда я не смогу воскресить. Ослепление на драконов не действует. Пожалуй, воскрешение. Пожалуй, воскрешение. У меня было как раз таки 35. И здоровья осталось чуть-чуть. Поэтому защита будет еще одно воскрешение и никаких потерь. Отлично. И немного защита. Отлично. И продвигаюсь дальше на восток. Завершить ход. Тарасар. 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 Тарасар сидит в городе. Тарасар. Это сильно не доезжает. Не доезжает. А если я просто поеду в этом направлении и потом где-то вот здесь передам Тарасару армию? Ой, какому Тарасару? Пикиндраму Пикиндрам в это время может, не может Так, а как проехать мне с севера? Мне нужно где-то вот здесь завернуть То есть доехать до вот этого перекрестка Если я иду сюда, да То есть Тарасар, почему Пикиндрам стал Тарасаром? Он едет сюда и здесь отдыхает В это время Сайра выдвигается на север И останавливается где-то здесь На следующий день она доезжает до Пикиндрама Передает ему армию Он уже встречается с Тарасаром И Тарасар продолжает дальнейшее движение А дальнейшее движение будет очень долгим Потому что Риса достаточно далеко Я бы сказал даже очень далеко Но других вариантов нет Либо Риса также будет выезжать на запад И где-то вот здесь свозить Кстати, а почему бы нет? Смотри Тогда все привозят гигантов в один город Потом Тан с помощью портала Отправляется сюда Забирает гигантов отсюда И потом направляется в центральный город И там их улучшает Неплохо Ну потому что иначе это будет уж слишком долго Итак Немного знаний И еще немного знаний Так, погоди Мне кажется, у кого-то знаний было 5 единиц Или все-таки я здесь все посещал? Угэй не обратил внимания Ну и поехали тогда куда? На север? Мистицизм восстанавливает мне 5% 5% от 70 3 единицы Ну в зависимости от округления 3 или 4 Мне нужно знания Открываю портал города в Аквонокс И надеюсь там увидеть Какой-нибудь артефакт Итак, что у нас здесь? Понаджи из кости дракона Пойдут Клинок А у Тана вообще есть оружие? Нет, оружия нет И денег у меня более чем достаточно Так что давай Купим Понаджи За золото И купим клинок Почему бы и нет А кольцо Атака и защита? А, давай Теперь Я нанимаю много джинов Потому что они могут умереть Слушай, я сейчас подумал А что мешает мне прямо сейчас Открыть еще порталы Собрать армию гигантов И потом Двинуться на север Давай тогда подождем Еще недельку Я посмотрю Какие будут полезные артефакты И тогда Тан Отправляется на север В это время пока нанимаю титанов И их коплю Так, джинов тоже можно улучшить Как-то так Хотя нет Титаны лучше будут стоять сбоку Иначе в них прилетят драконы Всех сожгут А далее Дракон Движется на восток Вы и ваша армия Пока что держитесь Боевой дух не был слишком высок Но внезапно случилось нечто обнадеживающее Вы нашли на земле Несколько синих чешуек Покрытых кровью Если ему нужно пустить кровь А если ему можно пустить кровь Значит его можно убить Говорите вы себе Знаешь, что все остальные должны Ты что ж такое Знаешь, что все остальные должно быть Думает о том же Ну, пустить кровь это Совсем уж небольшая задача А вот победить Плюс пустить кровь можно одному А там их вдруг Сотня Или тысяча Так, здесь мне мешаются Черные драконы А на юге Гремлины Давай-ка я обследую эту полянку Может будет что полезное Интересное Так, а тут можно проехать Ага Драконы ведут к порталу Который, скорее всего Меня отправит куда-то там На север Либо Либо я могу вот здесь проехать И изучать эти земли Поэтому давай Не будем трогать этих драконов Я хочу, чтобы их атаковал Тан И получил огромное количество опыта А просто поедем сюда Ну и можно нах заодно горбануть Завершить ход? Думаю, да Далее А как продвигается мой план? Идеально Сайра, доезжай до Пикиндрама И увы Я не забрал гигантов А это, кстати, проблема Потому что они будут Резать мою скорость И возможно я не успею Так ладно, я возвращаюсь назад Пикиндрама в это время Везет Тарасару армию А Тарасар Оставляет их в городе И в целом Тарасару здесь нечего делать Он будет находиться где-то между Афиниумом И Тиритом Ну где-то вот здесь, наверное Риса как далеко может проехать Ну да, получается здесь два дня Пока Риса доедет досюда Потом передаст армию И дальше отправится Поехали на запад Ине возвращается назад Попутно грабя Лепрекона Нила Армию получила Но пока может здесь просто посидеть Хотя Давай-ка отодим мы четырех уже гигантов Танк как раз-таки их заберет Ой, что я сделал Гиганты становятся титанами И уже их девятнадцать Но увы, Тан не так силен, как дракон Поэтому Девятнадцать титанов у Тана Это буквально Наверное пять у дракона Далее Грабим нах И получаю кучу золота А, теперь вот здесь Просто так не проехать Почему? Мне мешает куча оруды Там Немножко знаний Разгоняю магов Иначе не проехать И опять маги мне мешаются Да что ж это такое И еще немного атаки И здесь я уже вижу красного ключника Который откроет мне Неизвестно что Портал входа Мне вот из-за этого не понравился этот портал Потому что я туда только войду Выйти не смогу И выйти я мог бы через портал города Но тогда Ох Мне придется опять же Десять тысяч лет сюда ехать Это слишком далеко Завершить Иная вернулась на позицию Сайра Увы допустила Огромную ошибку И отправляется назад Я вот сейчас подумал Если у Тана Будет достаточное количество очков магии Он сможет открывать портал В каждой из городов Так что Герои скоро станут ненужны И так здесь нет ничего интересного И по моему Артефакты появляются новые Только Спустя месяц Вроде бы да Передаю армию Тану Какому Тану? Тарасару Все я что-то сегодня всех путаю Все как-то ужасно Далее Пикиндрам получает гигантов И свозит их в город Теперь издих Здесь 15 И можно позвать Тана Городской портал В Тирид Да, в Тирид Забираю Все гигантов И отправляюсь обратно Теперь у меня их уже Тридцать четыре Это уже солидная армия Предлагаю Сейчас уже отправиться Потому что будет третья неделя Четвертая неделя И в итоге мне уж слишком долго ждать артефакты А сейчас я могу хотя бы Как-то повоевать Конечно, желательно взять коня Давай-ка дождемся конца недели И тогда я двинусь на север А в это время дракон Движется на юг Грабит еще и гномов Почему бы и нет? А вот сюда как попасть Тут будет какой-то портал Потому что я не вижу Как проехать сюда Немного серы Или где-то вот здесь поворот Хотя нет, я его не вижу Так, ладно Пока занимаемся разведкой Пикиндрам Возвращается на позицию Нила тоже возвращается на позицию И завершить ход Так Разгоняю гремлинов Изучаю силу магии Играблю бедных нах Ну да, бедные Тут всего лишь 4000 монет Изучаю, что такое атака И не вижу проход в южные земли Хм Ладно Поехали на север В это время Тан Едет за конем И нужно посмотреть Сколько магии он восстановит Сейчас 10 единиц Далее Возвращаемся в город Как же я так забыл забрать их Ничего не делаю А здесь Жду где-то на полпути Риса тоже возвратится назад И завершить ход Да Видимо здесь меня учит Грамотности И неужели есть тропинка Отлично Еще заволочный храм Да, я его захватываю И вот здесь Никто не будет собирать гигантов Это уж слишком далеко Так, а получается Здесь есть тропа на север? Ага Тогда я выезжаю Куда-то сюда И вот где-то тут Уже будет город Или я ошибся И город будет также и здесь Погоди Ха-ха-ха Да Я допустил одну Огромную ошибку То есть фактически Тану Никуда не нужно будет ехать Он откроет портал города здесь И начнет воевать А я поехал уже на север Так, ладно Придется вернуться Как я так промахнулся И что дальше? Тан Ждет коня И вот все идеально бы сложилось Если бы я не повернул сюда То есть здесь я захватываю город Начинается новая неделя Тут появляется Тан Начинает воевать Становится экспертом мистицизма И все замечательно и прекрасно Но бывают ошибки Завершить? Да Вот началась новая неделя Но хотя бы я захватил Заоблачный храм Тоже неплохо А могу ли я как-то вот здесь срезать Чтобы не делать такой ужасный крюк Големы уничтожены Гномов ограбит Тан В это время Он покупает коня И в принципе готов уже отправляться Можно вот здесь армию собрать У него 18 очков магии А почему так много? Восстанавливает 5 от максимального количества 5 от этого 4 Или я забыл и второй день не смотрю Скорее всего по 4 единицы восстанавливается Иначе что-то неправильно работает Так далее Здесь 5 гигантов И поехали куда-то сюда И иная Также получает гиганта Пьет из колодца Увы Чуть-чуть не успевает Пекиндрам сам все забирает Но тут один гигант Его мне кажется Не всякий раз стоит вести Вот соберется штук 5-10 Вот тогда да Поэтому В следующий раз Пекиндрам будет находиться Где-то тут И потом направляться в Тирит Риса Получает 5 гигантов И Не доезжай до Товарища Тарасара Из построек Я лучше буду отватить гигантов Когда их будет действительно штук 5 Иначе это как-то уж Бессмысленно Так далее Ищу город Разгоняю джиннов И вот он Охраняют всего лишь 5 магов Ну как я мог его пропустить Отлично Великолепно Замечательно Еще бы гильдию магов Здесь увидеть Но увы Гильдии магов Нет Зато есть Все остальное Тогда 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 Оттан Открывай-ка уже Портал 22 очка Магии Мне не хватает 2 единицы Магии Чтобы открыть Портал в Тирит Например Оттуда забрать Армию И опять же Прыгнуть Уже на север Дракон А чем ты можешь Заняться в это время Мне бы сразиться С другими драконами Можно попробовать Этих победить Между прочим Почему бы и нет Но опять же Я хотел Чтобы их победил Тан Потому что Здесь будет Колоссальное количество Опыта Но Тан А ты знаешь Что такое воскрешение Да Тан ответит Что знает Но Сможет ли он Воскресить Всех Титанов Я думаю нет Поэтому Не будем рисковать Далее Сайра Передает армию Пекиндраму И возвращается Назад Пекиндрам Армию Успеет довести Туросар Сейчас Получит Еще гигантов И довести И довести их Не успевает И пекиндрам Также не успевает Их у него Забрать Тогда Подождем Денек И после этого Тан Отправится уже На север Откроет портал В один город И во второй Соберет армию гигантов И будет всех Побеждать И уничтожать Завершить Да Итак Восстановил Да Четыре единицы Все Как я и думал Все работает Как надо Пекиндрам 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 Вот здесь Теперь Не ждет Он будет Ожидать Где-то На севере Сайра Также Движется На север Немного Грабежа И назад Мариса Тоже Назад Теперь Оставляю Все гигантов Нанимаю Еще Можно нанять Еще джинов Ну потому что Джины мне нравятся И поехали Тоже назад В это время Тан Открывает Городской портал В Тирит Забирает Здесь Всех Гигантов Забирает Здесь Всех Джинов Смотрит Ничего не продается И открывает Городской портал В Ах Вот оно что У меня здесь Есть еще Пять Но это так Мало Мне кажется Можно их И проигнорировать На этой неделе И вот Я в Стронгейле Здесь я превращаю Этих гигантов Титанов Их уже Пятьдесят Восемь И можно взять Еще немножко Джинов Великолепно И замечательно Здесь Такой же Абсолютно Ассортимент И можно Начать Воевать Ну И давай Тогда 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 Что Гномы Я думаю Да Нападаю На гномов Потом Можно подобрать Сундук Здесь Видимо Научит Грамотности А где Был Интеллект Интел Интеллект Вот То есть Мне нужно Двигаться На запад И тогда Дракон А ну-ка Не мешайся Отправляйся Как можно Дальше И не стой У меня На пути А черные Драконы Побеждены Но какой Ценой То что Я наношу Двойной урон Мне кажется Вообще Не играет Никакой роли Потому что Тридцать Два Титана Так или иначе Уничтожит Четырнадцать Драконов Ну С характеристиками Дракона Поэтому Естественно Щит И начинаем Рубить Неужели Не долетел Так а вот Теперь нужно Аккуратно Я Воскрешаю Титанов Рублю Драконов Воскрешаю Титанов И никаких Потерь Ну кроме Тридцати двух Единиц Магии Отлично Здесь я Общаюсь С книжником Но прыгать Сюда Кстати А можно Ведь прыгнуть Я же захватил Город и теперь Все замечательно И прекрасно А далее Тан Грабит Склеп Ну вообще Сейчас никого Не боится Никаких проблем И тогда 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 Я знаешь О чем подумал А коль Тан Получит Огромное Количество Магии Ну за счет Интеллекта Мистицизма Все вот эти Цепочки Уже Не имеют Смысла И лучше Героев Перевести На север Так что Думаю Да Пикиндрам Извини Ты отправляешься В увольнение Тарасар То же самое Нила Занимается Полезным делом Ине Ну Пускай Она собирает Этих гигантов Возможно Когда-нибудь Она привезет Их в мой город Сайра Доеду до города Потом уволю Риса Тоже в увольнение И все мои герои Появляются на севере Потому что Они мне здесь нужны Итак Халон Кстати Он специализируется На мистицизме Хм Как это заманчиво Но нет Я выберу Своих прежних товарищей Которые мне уже До этого помогали Поэтому Ко мне приходит Так Сирена не было Дермит тоже Сальмира не было А где? Мне кажется Или меня обманывают Вот Приходит Фафнер На смену ему Риса Фафнера Увольняю Но сейчас Нужно Потратить Некоторое время Поэтому Небольшая пауза Пам-прам-пам-пам-пам-пам Продолжаем И вот Мы и все товарищи Вернулись И теперь Они на севере Пикиндрам Отправляется Куда-то На севере Будет разведывать А что там происходит Ну и попутно Все собирать Немного золота Сундук Сундук может дать Опыт И пожалуй Риса Не будет его трогать А собирает Все остальное Ну и Тарасар Отправляется На запад Будет собирать Тонны ресурсов Которые я не подбирал А про лесопилку Я забыл Ну ладно Бывает А далее Тан Нужен ли ему Сундук Сундук Может дать Новый уровень Из челпота И Интеллект Но нет Я выбираю Мистицизм Потому что Интеллект Я получу На севере На халяву Но опять же Тут Странная Такая ситуация Если бы я выбрал Интеллект Он добавил мне Очков магии И магия Я бы быстрее Восстанавливалась Теперь 10% 10 это 8 единиц Интеллект На первой ступени Добавляет По-моему 25 25 50 100 Вроде так Тогда я получил бы Еще четверть Этого было 100 И от 105% Это 5 Нет Все-таки Выгоднее мистицизм Получать Далее Ну немножко Атаки можно взять И завершаем ход Дракон Едет вперед Общается с книжником О знаниях Собирает кучку Кристаллов И Мне это не нужно Было совершенно Это отвратительный Портал входа Назад Срочно назад И магию Я опять потратил И к сожалению Пока Амулета манной Я не видел Жаль 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 Ну тогда что Поехали на север Далее Тан Изучает Что такое Атака И нападает На бедных джинов Но это мешает Ему сделать Тарасар Потому что Расположился В Проходе Какой-то Очень странный Маршрут Возможно Из-за того Что просто так Джины Меня не пускают Джины Все Побеждены Но Какими-то Ужасными Потерями Ускорение Отлично Никто До меня Не долетает Если не радуется Молния Молния И Тут Я уже Побеждаю Немного Благословения На джинов И вот так Отлично Меня не интересует Вообще Кто живет В этом лагере Потому что Кто угодно Меня будет тормозить Так как Тан Не знает Что такое Поиск пути И лучше Лучше И лучше бы Он Вообще Никогда О нем Не узнал Это крайне Бесполезная Навыка Дракона Я разочарован Что он Им Изначально Владел Так Нагабан Ограблен Можно Заглянуть К этим Гаргулем Чтобы проверить А что в могиле Далее Сайра Наконец-то Доезжает до города Оставляет там Архангела Потому что Ну Жалко его терять И увы Сайра Я тебя увольняю И теперь Ты появишься Здесь Возьму Зубина А вместо него Сайру Так понятно Меня обманывают Что Сайры нету Вот она Приходит Холон И сразу же Отправляется В увольнение Так Держи-ка Одну Гаргулю И отправляйся Собирать Ресурсы Наверное На запад Потому что Я там многое Оставил Что не подбирал Рисса Так Где ты А вот она Опять же Здесь мешают Гаргульи А почему бы Не повоевать Между прочим Пикиндрам Знает Что такое Мистицизм Он мог бы Здесь взять Армию Гремлинов Но их Как-то Маловато Ну Пока что Маловато Я могу Собрать Гремлинов Из каждого Из городов И кого угодно Одолеть Но для этого Потребуется Магия У дракона На На Вес золота Вот Тан Пока еще Не все Восстановил Нападаю На Нах Я забыл Что они Уже были Захвачены И что у нас Здесь Да Тетива То есть Мне осталось Буквально Найти стрелы И у меня Будет Лук Снайпера Это мне Поможет Определенно Хорошо А никто Стрелы Не подбирал Нет Стрелы Никто Не подбирал Нужно Внимательно Смотреть В лавку Артефактов То вдруг Они там Будут И я Их Не куплю Немножко Опыта Стрельба Тан Ты молодец Нужна ли мне Стрельба Чисто для Тана Нет Но я ее Возьму Потому что Для Титанов Она Очень хорошо Играет Что я говорю Очень полезна И великолепна Так далее Разгоняю Гаргулей Потому что Они мешаются И просто Еду далеко На север Риса Теперь Может Подбирать Ресурсы Немножко Опыта Для Пекин Драма Почему бы и нет А гномов Кто-нибудь Захватит Далее Здесь Главное Не заблокировать Тана Остальное Я все Подберу И так Эксперт Мистец Из Матарасар Сайра Забирает Серу И едет Далеко На запад Опять же Главное Не заблокировать И завершить Ход Дракон Поднимает Флаг Общего Сбора И нападает На големов Да Почему бы Не сразиться В этот раз Они решили Отступить Я удивлен Далее Есть лаборатория Алхимика Тут мне мешают Кристаллы Правильно ведь Да Тан-тан-тан-тан-тан Вот Сайра ему Сейчас мешается Забираю Серу Забираю Кристаллы И немного Опыта А зачем Тану ехать На запад За интеллектом Может ли он С кем-нибудь Здесь сразиться В принципе Да Можно победить Гаргулей Нах Магов Вот так далеко Назад я заезжать Не хочу Хотя Есть гиганты Но опять же У Тана Нет никаких проблем Он просто Откроет Городской портал И быстро Вернется Поэтому Поднимаем Флаг И едем Далеко На запад Ресурсы Трогать Я не буду Кто-нибудь Их Соберет Так Пикиндрам Езжаю Вслед за Драконом Эти ресурсы Подберет Акабатириса Далее Я забыл Про лесопилу Но сначала Кристаллы И завершить ход Дракон Нужны ли тебе Архимаги Я думаю Он справится Просто кто-то Другой Может например Отряда Потерять Еще Немножко Защиты И впереди Красные Драконы Ваши бойцы Разломали чешуйки И разделили их Между собой Теперь они Носят осколки Чешуи На шее Или прикрепляют Их к доспехам Как талисман Они до сих пор Испытывают страх Но сознание Того что прежде Считавшийся Непобедимым монстром Может быть повержен Поднимает Боевой дух Титаны Какого черта Вы боитесь Четыре потеряно Но не проблема Предлагаю Сразу же Использовать щит И немножко Подождать Молния Молния Рублю Так Если я сейчас ударю Мне кажется Всех получится Воскресить Рублю Они дышат Я его убиваю Остается один Я его не трогаю Все прекрасно Вот отлично Итак Воскрешение И никаких потерь И 23 тысячи опыта И еще немножко знаний Представляешь Если бы у дракона Был бы мистицизм Сколько же он Магии восстанавливал Эх Опять же Мистицизм у меня Вместе с модом Работает Потому что В обычном виде Он восстанавливает 2, 3, 4 единицы По моему Или 2, 3, 5 единиц Но это просто Смешно Далее Тан Изучает Что такое Атака И общается С ведьмой Да Интеллект Нужен И еще здесь Университет Ну точнее Библиотека Неплохо Далее Риса Становится Опытней Магия земли Осталось Только изучить Где-то мудрость Все будет Замечательно И прекрасно Я мог бы Забрать здесь Гиганта Он Никакой роли Не сыграет Тарасар Наконец-то Захватывает Лесопилку И Тоже Движется На запад Потому что Там Тонна Ресурсов Немножко Опыта И поехали На запад Флаг Можно поднять Завершить Да И вот Наступила Новая неделя Но Армия Мне не нужна Неожиданно 35 титанов С характеристиками Дракона Все аннигилируют Так А ну-ка Разойдитесь Так и быть Захвачу сам А чему может Научить Ведьма Ну Уже Ничего Интересного Не осталось Потому что Интеллект Здесь Логистика Здесь Магия Земли Здесь Все Это Лучший Комплект Разогнать Магов Они Стоит Поехали Дальше На север И Кстати Где-то Здесь Должен быть Город Ага Вот здесь То есть Скорее всего Я куда-то Еще Заверну И потом Окажусь Как раз Таки У этого Города А далее Тан Посещает Библиотеку Просвещения Хотел сказать Университет И нападает На магов С легкостью Побеждает Ресурсы Захватит Кто-нибудь Еще Один Джина Решил Умереть Ах ты Суицидник Молния Я не понимаю Как он Мог умереть Далее Здесь Скорее всего Тупик Поэтому Я туда Не поеду Стоит ли Направляться Дальше На Север И запад Ну Ради Вот этой Лужи С другой Стороны Пока я Сюда Еду Я По чуть-чуть Восстанавливаю Магию С кем-то Там Сражаюсь Получаю Опыт Поэтому Поехали Далее Сундучок С опытом Базовая Мудрость Риса Ты просто Умничка Осталось Получить Продвинутую Мудрость И Продвинутую Магию Земли Только Вопрос И Где же На это Все Взять Опыт Возможно Победить Гномов Тоже Как Вариант Поэтому Риса Сейчас Получит Армию И Начнет Сражаться Надо Не Забывать Нила Наняла Гиганта И Нэ Тоже Пекиндрам Подбирает Сундучок Пускай Будет Опыт Да Вариант Один Хуже Другого Грамотность Мне не Нужна Потому Что Тан Грамотей Поиск Пути Мне не Нужен Потому Что Мои Горголи И так Обожают Снег И Спокойно По нему Перемещаются Давай Их Рамотность Возьму И Еще Один Ключник Здесь Я встречал Красного Теперь Тут Голубой Вообще Не понимаю Что Они Могут Открывать Ну Возможно В долину Ведущую К лазурным Драконом Будет Там Располагаться Несколько Башен И Последовательно Нужно Их Открыть Это Чисто Догадка Далее Едем На Запад Немного Деревях Немного Серым Еще Дерево Завершить Ход Да А Дан Грабит Склеп И Логистика Продвинутая Это конечно Хорошо Но Экспертный Мистицизм И Шлем Череп Великолепно Итого У меня 150 Магии И восстанавливается 15% Отлично Теперь мне осталось Только развивать Дальше Интеллект И все будет здорово И прекрасно И доехать До вот этих Гигантов И потом Открыть портал города Хотя До них До них так Далеко Ехать И Ради чего Их тут Буквально Парочка Я получу Опыта 500-600 Это Ерунда Давай Давай Давай-ка Я начну Открывать Портал города Сначала Отправляюсь В Афиниум Забираю Здесь 5 Гигантов Забираю 28 Джинов Смотрю Не появилось Личевого Снова Нет Далее Портал В Тирит Здесь Еще 5 Гигантов 6 Джинов Ну И Тан устал Конечно Портал Столько Открывать Так Далее Здесь 20 49 Зеленых Драконов Что Вообще Вы Можете Охранять Уничтожены И Золотая Шахта Моя И Далее Портал Входа И Да Я так и думал Что окажусь Где-то На юге И потом Отсюда Скорее всего Будет Какой-то Портал На север Итак Здесь Непонятно Сколько 1249 Ну справлюсь Как и раньше Отступить Нет Они Меня Не могут Жечь Меня Максимум Атакуют Три пачки Вот Если Если Они Объединились В Один Отряд Тогда Возможно У них Что-то Бы И Получилось Поэтому Сразу Щит Рублю И Можно Кстати Вот Здесь Скрыться Чтобы Все На Меня Не Дышали Так Так И Теперь Придется Много Воскрешать Определенно Сразу же Давай-ка Сначала Благословение Чтобы Урон Был Побольше Смогу Ли Я Пачку Снести Нет Не Хватает И Теперь Тратачков Магии На Воскрешение Рублю Увы Я Убиваю Того Дракона Который Должен Постоянно На Меня Дышать В Это Время Я Должен Воскрешать 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 Так Южный Срубил Северный Срубил Ага Теперь Нужно Быть Аккуратнее И Надеюсь Сейчас Воскрешу Всех Да Срублю Ли Всех Да Никаких Потерь И 60 Тысяч Опыта Так А далее Сколько Драконов Меньше Сайра Собирает Кристаллы Еще Кристаллы Опыта Ей не хватает Чтобы посетить Библиотеку И просто Тогда А как Сюда Проехать Чего Через Кольцо Феи Просто Иначе Здесь Не оказаться Далее Тарасар 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 Получит Немного Опыта Сначала А потом Поедет На запад Пекиндрам Собирает Ресурсы И Немножко Разведывает Территорию Так Вижу На севере Город Клаудфайр Который Почему-то Защищают От меня Другие Воины Баркады Это Как-то Странно А в это Время Рыса Возвращается Назад Ей нужна Армия Чтобы ограбить Гномов И Завершаем Ход Тан Отдохнул Восстановился И открывает Портал Города Так Погоди Гигантов Я здесь Забрал Открываю Портал Города Фактур Здесь Еще Пять Гигантов Восемь Джинов Слушай Я мог бы Вот этих Коллег С собой Тоже Забирать И например Передать Рейс И Табы Смогла Повоевать А Ладно Здесь Ничего Нового Не Появилось И Городской Портал В Аквонокс Тут Десять Титанов Улучшаю Своих Инвалидов Кстати Деньги И так Здраво Уходят Немного Джинов И Знаешь О чем Я сейчас Подумал Но это Уже Было Поздно О том Что Архимаги Снижают Стоимость Заклинаний На Два Очка Но мне Кажется Если бы У дракона Был Архимаг Он Сразу Умирал Его Драконы Сразу Сжигали И Каждый Раз Ему Подвозить По Одному Архимагу Было Не Особо И Удобно Отправляюсь Теперь В Струнгейл Забираю Еще Пять Титанов 91 Прекрасно И Можно Поделиться Армией С Бедной Несчастной Рисой Ну и Научить Ее Колдовать Итак Риса Я Тебе Отдам Ну конечно Не одного Титана Но и не 45 Это слишком Как-то Жирно Для тебя Будет 22 Жалко А вот 18 Наверное Можно Так Гаргулья Увольняется А Также Я тебе Передам 50 Джинов Да Давай 50 Так Вы Объединитесь И Вот Как-то Так Теперь Риса Отправляется Грабить Гномов И Ее Никто Не Пугает Два Джина Каким-то Мистическим Образом Погибли Молния Благословение Так Гномы Не Добегают Так Ты Улетаешь А тут Можно И Напасть Без Проблем Топ 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 Молния Прячусь Великолепно И Экспертная Логистика Ну и Немножко Золота Еще Немножко Опыта И Продвинутое Оружие Ну что Шриса Ты К сожалению Изучаешь Все Кроме Магии Земли Я Не Понимаю Почему С другой Сторона Наш Алхимик Немах Она Сразу Хочет Изучить Какую Нибудь Логистику Оружие И уж Потом Магию Все Остальное Что Она Может Сделать Еще Полезного А Здесь Уже Все Захвачено Разграблено Так Что Отправляйся Тоже На Север Будешь Немножко Воевать А В Это Время Дракон Собирает Ртуть А Тут Что Ему Мешает Сера Забирает Еще Золото И Нападает На Черных Драконов Какие То Лютые Потери Опять Сразу Же Щит Рублю Так Уже Пора Воскрешать Пора 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 35 И Не Полностью Здорово Мне Кажется Один Титан Может Умереть Поэтому Защита Да Вот Он Помер Как Раз Таки Еще Одно Воскрешение Очков Магии 307 Единиц Это Очень Мало Такое Чувство Что Скоро Будет Воевать Титан А Дракон Будет Просто Скакать Рядом И Смотреть Как Нужно Сражаться А В Это Время Тан Сдел Все Что Хотел И Теперь И Теперь И Теперь Как Мне Вот Здесь Оказаться Я Ехал На Север На Север На Север И Да Вот Здесь Я Открыл Городской Какой Городской Обычный Портал Входа То Мне Тогда Туда Нужно Направиться Как Ж Долго Ну Ладно Поскакали Что Делать Подбираю Немного Ресурсов Мы Посмотрим Чему Она Научит Меня Артиллерия Нет Спасибо От Такого Добра Я Откажусь Здесь Немного Флага Общего Сбора И Дальше На Запад Посещаю Фею И Подбираю Ресурсы Теперь Обратно Через Фею И На Выход В общем Фея Здесь Является Секьюрити Охраной Контролирует Кто Может Сюда Проехать Или Нет И Завершить Ход Кстати А что Со Временем Ого Уже Целый Час Прошел Но Тут Буквально Осталось Всего Ничего Так Танна Ты можешь Показать Мне Всю Карту Да То есть Мне Осталось Хотя Нет Осмотрите Вот этот Кусок Раз Осмотреть Вот этот Кусок Два Вот Здесь Будет Лютая Заруба С Драконами Определенно Скорее Всего Это Будет Еще Одна Серия Поэтому Спасибо Тебе За Просмотр Если Понравил Ставь Лайк Оставляй Комментарий Подписывайся На Канал Спасибо И Пока Продолжение следует